Привет! До этого ролика на нашем канале политики не было от слова совсем. По идее, сегодня 21 день протеста в Беларуси, но снимаю это видео за неделю до этого. И я не могу быть уверенным в том, не закончились ли они, либо же не перерослили в гражданскую войну. Потому что ситуация сейчас очень неопределенная и сложно что-либо предсказать. Этот ролик не несет в себе цели хайпануть, иначе я ведь сделал бы его намного раньше. Ввиду серьезности темы в нем не будет рекламы, и тем более он не отменяет твоих любимых видосиков про наркоту, хакинг и психические расстройства. Я делаю это, потому что мне действительно есть что сказать. И более того, в нашем телеграм-канале 65% из вас поддержали этот ролик, поэтому давайте приступим. Сегодня ты узнаешь, как так стало, что в 2020 году население одной из самых мирных стран восстало против своего диктатора. В чем заключается главная ошибка Лукашенко и приведет ли она его к краху. А также мы побудем визионерами и попытаемся спрогнозировать, что же ждет страну в любом из возможных исходов. Но передайте мне большой экскурс в мир законов. Согласно статье 175 Уголовного кодекса Республики Беларусь, смертная казнь исполняется путем расстрела. Во время казни на глаза осужденному надевают мешок с прорезями. Прорези нужны не для глаз, а для того, чтобы после выстрела стекла кровь. Дальше все происходит быстро. Осужденного заводят в специальную комнату с источным сливом, ставят на колени и стреляют в упор. Орудие казни – вот такой пистолет с удлиненным стволом. Через такого стрелять неудобно, а вот для выстрела в упор он подходит идеально. Ты спросишь, а при чем тут выборы в Беларуси? Совсем скоро ты все поймешь, но для начала небольшой исторический экскурс. В 16 веке один русский царь создал Апричнину. Апричнина – это такой карательный орган царя, который мог делать все, что угодно. Пока Апричнина разбиралась с народом, царь решал свои царские дела. Например, травил претендентов на трон. Этот царь – Иван Васильевич Грозный. И вопреки известному фильму, профессию он менять не собирался, как и сегодняшний наш герой. Итак, Александр Лукашенко. Он играет на баяне, любит картошку и своих граждан, или по крайней мере так говорит. Он всегда производил впечатление того самого дедушки, к которому ты переезжаешь летом. Он смешно и никогда не ругается. Максимум, на что он способен – это рассказать за вечерним столом матерный анекдот. Сегодня, ничуть не стесняясь своего президентского статуса, он собирает картофель вместе со своим народом. А весь интернет восторгается тем, какой же красавчик его сын. А завтра его называют вторым Гитлером. А последняя фотография красавчика сына в инстаграме набирает 5000 комментариев с пожеланием смерти. И даже букмекерские конторы принимают ставки на уход батьки до 1 сентября. То, что происходит сегодня в Беларуси, это абсолютно беспрецедентно. Ни в этом, ни в прошлом веке такого не было. Это необычные протесты. Это несколько сотен тысяч человек, которые готовы выйти на улицу и оказаться забитыми до смерти. Как сказал бы Оксимирон, происходит историческая хуйня. Многие сравнивают происходящее с украинским Майданом. Когда стихийный митинг в поддержку евроинтеграции превратили в сами знаете что. И если кто забыл, то после этого в стране сменилась власть. И начались полномасштабные военные действия. Кстати, тема Украины очень популярна у белорусской милиции. У них даже есть специальный фильм про подготовку беспорядков на Украине. Это что-то вроде идеологического урока. Сотрудники сидят за партами, слушают лекции и пишут конспекты. Короче, на живом примере изучают, как мирный протест может перерасти в государственный переворот. Правда, митингующие в Беларуси пока что ничего не захватили. Да и вообще ведут себя предельно корректно. Ты ведь и сам видела эти кадры, когда протестующие сняли обувь для того, чтобы встать на лавочку. А вот силовики наоборот действуют с показной жестокостью. Даже в изоляторе, когда страсти должны бы уже подутихнуть, людей ради прикола бьют от дверной косяк, ставят на колени и заставляют петь гимн Беларуси. А того, кто будет плохо, избивают. Ты спросишь, откуда столько жестокости? А я тебе отвечу. Помимо урока в украинской истории, особо отличившиеся сотрудники получат нехилые льготы на жилье, премии и даже повышение. А за боевые дни, то есть дни, когда ты ходишь по улице и избиваешь людей дубинками, платят в полтора раза больше. Подумай об этом. Но в чем же основная ошибка Лукашенко? И почему все вышло так, как вышло? Дело не только в том, что президент Беларуси перестал лавливать настроение своих граждан. Нет, беда не только в этом. Лукашенко просто не заметил, как наступило другое время. Он как тот самый глава семьи из Тругеневских отцов и детей, или старый помещик из произведений Гоголя. Он все еще живет в советском ритме жизни, отработанными сменами и перевыполненными планами. Но в белорусском обществе уже давно был высокий запрос на перемены. Последней каплей стали репрессии против протестующих и фальсификация выборов. Откровенно говоря, Лукашенко надо было нарисовать себе чуть более правдоподобные проценты. Здесь же снова выплывает темная история выборов в 1998 году. Помните, в начале видео я говорил о пистолете для казней? Так вот, есть неподтвержденная, но весьма правдоподобная версия о том, что именно с его помощью были убиты оппозиционеры в конце 90-х, которые один за другим бесследно исчезали. Об этом рассказывал начальник СИЗО, сотрудники которого приводили в исполнение смертные приговоры, и этот пистолет у него просто заимствовали. В нашем телеграм-канале я оставлю большую статью-интервью, где очень красочно описан весь процесс слежки, похищения и расправы над оппозиционными кандидатами. Это действительно очень устрашающе и увлекательно одновременно. Поэтому рекомендую ознакомиться. Ссылка будет в описании. И вроде бы это даже не секрет для мировой общественности. Но почему за преступление с кучей улик, доказательствами и признанием никто не понес наказание? А главное, почему это стало достоянием общественности? Все просто. Лукашенко никогда и не скрывал свои жестокие методы. Ты думаешь, почему белорусский ОМОН сегодня так зверствует? По мнению Лукашенко, истории пострадавших, о которых они тут же расскажут, это отличный способ напугать протестующих и предостеречь тех, кто только думает о том, чтобы выйти на улицы. Взять хотя бы вооружение ОМОНовцев. Машины, которые обливают всех холодной водой. Для действующего президента это детский уровень. В ход уже давно идут резиновые пули и светошумовые гранаты. Для тех, кто не в курсе, светошумовая граната это не флешка из контры. Помимо самого взрыва, который сделает тебя глухим на три часа, сама граната при взрыве разлетается на осколки. И вот эти осколки могут нанести рану или что-то отрезать. К тому же у Лукашенко, в отличие от Путина, не было большого опыта разгона демонстраций. Он бросил все силы. И то, что творится на улицах, напоминает военные действия. Но, к сожалению или к счастью, времена, когда холопа бьют плетьми, а он падает ниц и просит барина пощадить, уже давно канули в лету. Все происходящее только сильнее нагаляет обстановку. Вместо того, чтобы признать несостоятельность своих методов, Лукашенко настаивает, что митинги спонсирует западный враг, а протестующие сами бросаются на ОМОН. Серьезно, в 21 веке президент европейской страны настаивает, что на их государство собирается напасть НАТО. Ты представляешь масштабы происходящего. И почему-то я нисколько не удивлен, что с самого начала пандемии Лукашенко твердил, что коронавируса просто не существует. Ведь это вполне соответствует его стилю. И вот это вот все привело к тому, что батька остался абсолютно один. И рассчитывать на чью-то помощь ему не приходится. Произошла печальная и необратимая для него ситуация. Страна переросла своего президента. Даже плакаты, которыми он зазывал людей на свой митинг, выглядят так, будто нарисованы школьником в пенте. Но остаются главные вопросы. Уйдет ли Лукашенко и кто будет после него? Начнем по порядку. Возможно, Лукашенко действительно уйдет. Но это не точно. Знаю, сейчас все выглядит так, будто у президента Беларуси все очень плохо. По крайней мере, сегодня, когда я записываю этот ролик. Но любому митингу нужна постоянная подпитка, а иначе все просто заглохнет. Останется ли у людей мотивация дальше выходить на митинги? И если да, то на сколько ее хватит? Так что, если ты смотришь этот ролик через неделю после выхода, когда Беларусь уже успокоилась, а Лукашенко все еще президент, то сорян, это было весьма предсказуемо. Но почему-то никто не предсказал. В любом случае, батька стал токсичным для белорусской экономики. Сейчас мы смотрим на него не просто как на плохого человека, а как на человека, из-за которого страна несет колоссальные экономические убытки. Большая политика – вещь тонкая. Тут ведь как в той поговорке. Ты можешь построить тысячу мостов и один раз... И запомнят тебя, увы, не как мостостроителя. Вспомните хотя бы путинское мочить в сортирах, которое вряд ли вообще когда-то забудут. А здесь огромная толпа, которая прямым текстом шлет своего президента на три буквы. Такое не забывается. К слову о Путине. В России ведь тоже было неспокойно. Взять хотя бы протесты на Болотной площади. Но вот в чем нюанс. Против Путина выступала оппозиция. То есть люди, от которых и ждешь противодействия власти. А на митинги против действующего президента Беларуси вышли даже те, кто считался его основным ядерным электоратом. И по такому случаю я не могу не вспомнить ядерный электорат Януковича, который также привел его к краху. Я не Кеевич. Я не Кеевич. Я голосовал и буду голосовать. Якунович. Федорович. Белаковича будем голосовать. Я не Кеевич. Якунович. Но если я серьезно, то что мы видим сегодня? Лукашенко отключает интернет, разгоняет митинги и называет протестующих наркоманами и крысами. И возникает вопрос, что же будет с Беларусью? Итак, сценарий первый. Лукашенко уходит. И тогда полномочия передаются его премьер-министру. И дальше в соответствии с законом в течение 70 дней необходимо провести новые президентские выборы. Как по мне, это очень скучный и маловероятный сценарий. Второй вариант. Оппозиция добьется проведения повторных выборов. Теоретически к власти может прийти второй такой же Лукашенко. Но это уже не важно. Люди бунтуют не потому, что они хотели видеть Тихановскую в роли главы государства, а потому что они устали от одного конкретного узурпатора. Свергнем, а там посмотрим. Вот сегодняшний лозунг белорусов. Третий сценарий, о котором также говорят многие, это помощь России. Многие утверждают, что они видели в Беларуси российский ОМОН. На самом деле, мне кажется, что России невыгодно вникать в происходящее и жертвовать настроением белорусов ради Лукашенко, который все глубже копает себе яму. Какая-либо помощь Лукашенко – это удар для имиджа и репутации. Сейчас он – это та самая сифа. Как в детской игре, никто не хочет ей помогать. Единственный нюанс – происходящее в Беларуси станет прецедентом. Представь себе, если режим Лукашенко падет, то как это усилит давление оппозиции на Путина? Это вполне реальная вещь. Успешный протест в одной стране всегда приводит к росту протестных настроений в другой стране. Тем более, если это народы родственные, как в случае с Беларуси. Ну и четвертый сценарий. Лукашенко пережидает грозу и остается у власти. Он привлекает к ответственности половину силовых структур и выплачивает компенсации всем пострадавшим. Чтобы завоевать доверие граждан, ему понадобится конституционная реформа, о которой он сами говорил. Единственная проблема в том, что ему уже никто не доверяет. И вряд ли снова поверит.